Великий русский классик Александр Сергеевич Пушкин был в Казани. Об истории его визита расскажем в нашем выпуске. Сегодня у нас представляется уникальная возможность познакомиться с прижизненным изданием «История Пугачевского бунта». На кафедре астрономии и космической геодезии прошел семинар, посвященный программе научных наблюдений космического аппарата «Спектрингенгама». Главная научная задача этой обсерватории – это обзор всего неба, который запланирован на 8 обзоров. В Казанском федеральном университете Дни Африки завершились галоконцертом. Сейчас Россия возвращается в Африку, и сейчас усиливаются отношения с африканскими странами. Африканские страны все больше обращают внимание на обучение в Российской Федерации. Всем привет! В эфире Универньюз о студии Радик Загидулин. Казанский университет выступит в качестве партнера форума «Университеты и игровая индустрия». Ректор КФУ Ильшат Гафуров распорядился принять участие в проектировании программы форума, подготовить основных спикеров, а также оказать информационное и организационное содействие проекту. Мероприятие планируется к проведению 16 и 17 июля текущего года. В Казанском университете продолжается вакцинация от COVID-19. Для иммунизации доступны две вакцины «Спутник ВИИ» и «Эпивак Корона». Напомню, что все желающие вакцинироваться могут обратиться по адресу улица Вишневского, 2А. Чтобы привиться, сотрудники, студенты и прикрепленные к университетской клинике горожане должны предварительно записаться по телефону 233-3-00. А также на сайте КФУ периодически появляется информация о выездной вакцинации в Казанском федеральном университете. Мало кто знает, но Александр Сергеевич Пушкин был проездом в Казани. О целях его визита узнал наш корреспондент Илья Андреев. 6 июня в России отмечается Пушкинский день и День русского языка. Литературное творчество Александра Сергеевича Пушкина бесценно. Его произведения объединяют людей всех возрастов, национальностей, вероисповеданий, переводятся на десятки языков. В свое время Александр Пушкин приезжал к нам в Казань в сентябре 1833 года. Тогда его посещение было связано с работой над историческим романом о событиях крестьянского восстания 1773-1775 годов под руководством Емельяна Пугачева. Выехав из Петербурга 17 августа, посетив Москву и Нижний Новгород в ночь с 5 на 6 сентября, приблизительно в 23 часа 30 минут поэт прибыл в Казань. Переночевал он в гостинице Старого дворянского собрания в Петропавловском переулке, теперь улица Рахматульна, дом 6. Утром 6 сентября Александр Сергеевич отправился в дом генерал-майора Энгельгарта, в тести Евгения Абрамовича Боротымского, поэта и доброго приятеля Пушкина. Здесь он неожиданно встретился с самим Боротымским, направлявшимся в имение тести, село Каймара, ныне Воскогорский район. В этот же день Пушкин поехал на окраину Казани в Суконную Слободу с намерением пообщаться со стариками-очевидцами. В одном из кабаков, упомянутом в книге о Пугачеве, он беседовал со старым суконщиком Бабиным. О событиях в июле 1774 года, штурме Казани и разгроме Пугачевца, правительственными войсками Михельсона, Бабин рассказал со слов своих родителей, которые были свидетелями упомянутых событий. Рассказ Бабина оказался очень интересным и важным для Пушкина. Всю вторую половину дня поэт обрабатывал записи своей беседы и сделал наброски будущей седьмой главы. По подсчетам исследователя Калинина, около 40% текста из рассказа казанского суконщика Пушкин внес в переработанном виде в седьмую главу историю Пугачевского бунта. Утром следующего дня на проводах Боротынского в доме Энгельгарта Александр Сергеевич Пушкин встретился и познакомился с кадром Федоровичем Фуксом. От Фукса Пушкин узнал в частности о бывшем расположении лагеря Пугачева в Казани для того, чтобы воочию увидеть места событий. Один отправился по сибирскому тракту к деревне Троицкая Нокса в 9-10 верстах от центра Казани, где перед взятием Казани находилась ставка Пугачева. Уже на обратном пути Пушкин объехал Арское поле и к 12 часам приехал в Казанский Кремль, окруженный полуразрущенными зубчатыми каменными стенами и башнями. Ориентировочно в 6 часов 30 минут утра 8 сентября поэт выехал из Казани в Симбирск. Его провожал приехавший рано утром из Каймар Боротынский. При расставании Александр Сергеевич подарил ему свой портрет работника-художника Вивьена в небольшой рамке, сделанный самим поэтом. Этот портрет малоизвестен и хранится сейчас в музее Александра Сергеевича Пушкина в Москве. Еще перед самим отъездом из Казани поэт написал два небольших письма. Жене Фукса Александре Андреевне, где благодарил за гостеприимство, и жене Наталье Гончаровой. Здесь я возился со стариками-современниками моего героя, объезжал окрестности города, осматривал места сражений, расспрашивал, записывал и очень доволен, что не напрасно посетил эту страну. Посещение Казани помогло Пушкину при написании истории Пугачевского бунта. Записи пригодились ему и в «Капитанской дочке». Последнюю он с дарственной надписью выслал казанским друзьям, супругам Фуксом и Боротынскому. Но в Казани, к сожалению, этих экземпляров не осталось. Нужно сказать, что особенность вот этого экземпляра – это прижизненное издание, и нужно обратить внимание еще на одну особенность. Здесь в углавлении указана ссылка на источники, собственно, когда приезжал Александр Сергеевич к нам в Казань в сентябре 1833 года. Разговоры и та информация, которую он здесь подчеркнул, здесь это указывает. История Пугачевского бунта стала первой попыткой всестороннего исследования этого грандиозного события в истории России. И долгое время единственной – исследования художественных особенностей и исторических деталей, стоящих за строками его монографии, составляют отдельную ветвь современной пушкинистики. Илья Андреев, Радмир Сафиолин, Универньюз. В Казанском университете проходят съемки документального фильма «Будлеров. Химия жизни» для телеканала «Россия. Культура». Он посвящен знаменитому русскому химику, основоположнику теории химического строения органических веществ, ректору Императорского Казанского университета, ученому-пчеловоду и общественному деятелю Александру Бутлерову. После завершения съемок в Казани работа над фильмом продолжится и в Москве. Зрители смогут увидеть картину в сентябре и октябре 2021 года в эфире телеканала «Россия. Культура». 31 мая на кафедре астрономии и космической геодезии прошел семинар, посвященный программе научных наблюдений космического аппарата «Спектр-Рентген-Гамма». Встречу провел научный сотрудник профессор Марат Гельфанов. Рентгеновские обзоры являются наиболее простым способом поиска скоплений галактик и сверхмассовых черных дыр. Море гораздо более многочисленных близких галактик. Научно-космический аппарат «Спектр-Рентген-Гамма» российская рентгеновская обсерватория создана с участием Германии. Ее миссия – создание карты видимой Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного изучения. Космический аппарат «Спектр-РГ» был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Главная научная задача этой обсерватории – это обзор всего неба, который запланировано. Запланировано 8 обзоров, которые будут длиться 4 года. Сейчас мы завершаем третий обзор и надеемся, что все будет продолжаться. Уже сейчас мы получаем интереснейшие результаты. Благодаря усовершенствованию технологий ученым открылось множество возможностей в исследовании космоса. Сейчас эта разработка позволяет запечатлеть 20 раз больше, чем похожие обзоры 30 лет назад. Благодаря этому ученые видят гораздо больше богатств, а улучшенное угловое разрешение, то есть более острое зрение, позволяет запечатлеть многочисленные объекты. Одна из наших задач – это задетектировать все квазары на Z больше 5, те, которые яркие в рентгене. Другая наша задача – это детектирование событий приливного разрешения. Ученые будут продолжать успешно заниматься реализацией этих задач. Чем больше мы набираем данных, тем больше у нас объектов и больше выборка, которые мы можем исследовать, говорит Марат Гельфанов. Дарья Ананева, Надежда Степанова, Ленарда Блитяров, Универньюз. 1 июня в Казанском федеральном университете завершились Дни Африки. О том, как прошел галоконцерт, расскажем в следующем сюжете. В этом году Дни Африки в Казанском федеральном университете состояли из серии мероприятий. 23 мая прошел городской турнир по мини-футболу на Кубок Африки. 25 мая открытая студенческая научная конференция «Россия и Африка в 21 веке» политической, экономической и социокультурной взаимодействия. Галоконцерт стал завершающим в цикле этих мероприятий. Перед концертом иностранные студенты представили предметы быта, одежду и национальную кухню. На галоконцерте были представлены национальные песни, танцы, стихотворения, состоялось дефиле в традиционной одежде. Участники концерта посмотрели видео поздравления от выпускников Казанского университета из Африки. На мероприятии наградили участников конференции, галоконцерта и победителей соревнований по мини-футболу. Ирина Сидорова, Анна Сальникова, Фарид Захитуглы, Универньюз. На этом все. В студии был Радик Загидуллин. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин